Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор книги Александра Лурии «Язык и сознание». «Язык и сознание» – это последняя работа известного нейропсихолога Александра Романовича Лурии. Автор трудился над ней в течение ряда лет, однако не должил до ее публикации. На протяжении всей своей жизни Александр Романович изучал проблему речи, ее мозговой организации, функций, нарушений. В этой книге рассматривается роль речи в формировании сознания человека, что на момент публикации являлось новым аспектом исследования этой проблемы. Книга представляет собой научный труд. И, по сути, то, что здесь собрано в виде глав, когда-то публиковалось в той или иной форме в виде научных монографий, статей и тому подобное. Однако эта книга не ставит перед собой задачу проложить новые пути в одной из самых сложных областей науки – проблеме отношения языка и сознания. В книге представлены в сводном виде те основные положения, которые сложились за 50-е, 60-е, 70-е годы 20 века в советской психологической науке и делает попытку несколько сблизить эти положения с основными данными лингвистики того времени. Книга составлена из курса лекций, которые автор в течение многих лет читал на факультете психологии Московского университета. В этих лекциях поднимался вопрос о роли языка в формировании сознания и сознательной деятельности. И этот вопрос представлял интерес для студентов тех лет и преподавателей. Автор целиком исходит в своем изложении из тех представлений о языке и сознании, которые были заложены выгодским. И присоединяет к ним некоторые данные о развитии, протекании, распаде речевой деятельности, которые ему удалось получить за годы своих исследований. Речевая деятельность человека проходит сложный путь, состоящий из нескольких этапов. Мотива или потребности что-то сказать, формирование общей мысли или первичной смысловой записи, подлежащей воплощению в речи. Внутренней речи, предикативное строение, которое позволяет перейти к развернутому речевому высказыванию с использованием фономатических, лексических, семантических кодов языка, к порождению речевого сообщения, к приему речевого сообщения, его декодированию и пониманию. Наблюдения показали, что те нарушения, которые возникают при локальных поражениях мозга, очень неоднородны. При поражении лобных отделов мозга или передних отделов речевой зоны нарушения проявляются в процессе порождения речевого сообщения и сказываются главным образом на процессе воплощения исходного замысла в развернутое высказывание. В этих случаях могут страдать либо мотивы высказывания, либо формирование общего замысла, либо перевод этого общего замысла или исходной семантической записи в схему последовательного речевого высказывания. Это указывает на нарушение внутренней речи. Либо синтагматическое строение развернутого речевого высказывания. Поражение задних отделов коры, которые специалисты называют гоностическими, оставляет незатронутыми мотивы, исходную семантическую запись и предикативную структуру, связанной с синтагматически построенной речи, которая характерна для речевого высказывания человека. В этих случаях страдает процесс овладения фонематическими, лексическими, семантическими и логико-грамматическими кодами языка, что и приводит к нарушениям речевого высказывания. Процесс понимания речи или декодирования воспринимаемого речевого сообщения идет обратным путем. Он начинается с восприятия готового развернутого речевого высказывания. Локальные поражения задних отделов мозга могут приводить либо к распаду овладения фонематическим строением речи, либо к нарушению ее лексического состава, либо, наконец, к трудностям понимания тех сложных логико-грамматических структур, в основе которых лежит процесс превращения последовательно предъявляемой информации в симультанные схемы, требующие квазипространственной организации отношений элементов воспринимаемого высказывания. При поражении передних отделов мозга, которые принимают непосредственное участие в формировании мотива замысла высказывания, страдает понимание предикативной, синтагматически построенной речи, но никак не может измениться процесс овладения кодами языка. Его фонематическим, лексическим, семантическим и логико-грамматическим строем. Эти факты свидетельствуют о том, что отдельные системы коры головного мозга левого порушария, прежде всего тех зон, которые принято называть речевыми зонами коры головного мозга, участвуют в обеспечении сложного процесса речевой деятельности на различных ролях. Нейропсихологические данные позволяют расчленить тот в норме единый и неделимый процесс, которым характеризуется строение речевого высказывания, выделить составные элементы, лежащие в его основе. Эти данные имеют огромное значение как для анализа мозговой организации речевого процесса, так и для психологии. Следует отметить, что данные, которые приводятся в этой книге, были получены в лучшем случае, в лучшем случае не позднее середины 70-х годов 20-го века. А мы помним, что у исследований и исследователей, которые работали вместе с Лурия, были достаточно ограниченные инструментальные методы исследования. Что они могли делать? Они могли наблюдать за пациентами, допустим, с поражением того или иного отдела коры головного мозга и наблюдать, как это сказывается на речи. Например, наблюдать за контуженными солдатами, которые не могут связать двух слов или постоянно повторяют, допустим, столько существительные в именительном падеже, в единственном числе. То есть, например, пуля-пуля-пуля-пуля-пуля-выст-выст-вы и так далее. То есть они не могут... Боль-боль-боль-пуля-боль-боль-ночь-ночь-ночь-ночь-ночь-больница-больница-больница и так далее. То есть они не могут до конца сформулировать ту мысль, которую они хотели бы сказать, потому что у них в голове оборваны эти связи. Это первый был этап их наблюдения. Потом, когда пошло развитие технических инструментов, они получили в свое распоряжение электроэнцефалограф, с помощью которого они смогли установить какие-то более сложные связи между словами, объектами и так далее. И как эти связи проецируются в мозг человека. И для того времени это довольно обширное и фундаментальное исследование, которое излагается в разбираемой нами сегодня книге. Но один из вопросов, мы затронем более подробно, это вопрос о том, почему возник язык, какая была в нем необходимость. И у нас есть две противоположных точки зрения. Первая точка зрения Александра Лурии. Он говорит, что язык был создан когда-то, давно, для того, чтобы коммуницировать с другими людьми. Но у нас есть противоположная точка зрения. Это Нуам Хомский и Роберт Бервик. Человек, говорящий, эволюция и язык. Вот он говорит, что язык был создан для того, чтобы человек мог общаться с самим собой, называя какие-то предметы для себя внутри, обозначая их как-то. Не просто плеск-плеск, бум-бум и так далее, а как-то, ну я буду говорить на современном языке, потому что мы же не знаем, как это обозначал древний человек. Например, палка, огонь, вода, дерево, лист и так далее, костер. То есть, и, допустим, еда. Но еда это могло обозначаться, допустим, и животное. То есть, еда быстро, еда быстро бежит. То есть, за ней не нужно бежать. Соответственно, для себя человек внутри своего мозга, он обозначил эти отношения уже. А потом, но между собой люди продолжали общаться то есть, такими вот звуками. То есть, еще надо было, чтобы прошло еще какое-то количество поколений, чтобы сформировался речевой аппарат, который мог бы выразить те слова, которые уже в голове человека уже существовали. То есть, те слова, которые человек уже для себя обозначал каким-то образом. Но поскольку разные люди обозначали для себя предметы, объекты разными словами, то, соответственно, прошло еще какое-то время перед тем, как оформился первый язык, протоязык, назовем его так. Когда люди договорились, что костер это костер, огонь это огонь, палка это палка, вода это вода и так далее. То есть, вот это, почему я так заострился именно на этой версии, потому что она мне чисто субъективно нравится больше. То есть, вначале человек придумывает, как общаться внутри с самим собой, то есть, и тем самым получая возможность саморефлексии, задавая себе вопросы, хотя бы на том первобытном протоязыке для себя. И у каждого человека свой будет протоязык. А уже потом, спустя поколение, образуется речевой аппарат, и этот речевой аппарат с помощью этого речевого аппарата он начинает общаться с другими соплеменниками. Опять же, используя те слова, которые он придумал, но другой соплеменник придумал другие слова. Соответственно, они находят компромисс и выбирают то слово, которое они будут использовать уже совместно. И так далее. И так далее, передавая по цепочке между, вначале, соплеменниками словарь, глоссарий терминов, хотя бы бытовых, потом передавая это следующему поколению, и так далее. Ну, про передачу зданий об обществе от поколения к поколению мы с вами разбирали в двух книгах. Первая это Питер Бергер, Томас Лукман, «Социальное конструирование реальности». Вторая книга Питер Бергер, «Священная завеса». Не будем сейчас подробно останавливаться на тех положениях. Вы можете посмотреть отзывы на одну книгу, на вторую книгу по ссылке в описании. И Александр Лулия находился, безусловно, в более ущемленном положении с точки зрения инструментов по сравнению с Нуамом Хомским. Вот эта книга уже, это 2016 год. Это новейшее исследование, можно сказать, в области мозговой деятельности, в области повреждения мозга, в области того, как мозг реагирует на раздражители, слова, картинки и так далее. И вот у Нуама Хомского и Роберта Бервика был уже магнитно-резонансный томограф, в который можно человека поместить, показывать перед его взором картинки и... что делать? И смотреть, какие зоны мозга зажигаются на компьютерной томографии. А это все выводится на экран. У кого было... Кому было проще исследование проводить? Конечно же, Нуаму Хомскому. И смотреть, допустим, брать людей с поражениями мозга, показывать им картинки перед собой, разные там... в 10-20 картинок в минуту, если это позволяет, успевает томограф снимать показания с мозга, рассекать все извилины, с какой скоростью, с максимально возможной, будем так говорить, и... получать картину для условно здорового мозга, и... уже конкретно известно, что у этого человека, допустим, больные, такие-таки-таки-таки-то участки, ему предъявляют те же самые картинки, и можно... что делать? Сравнивать эти картинки. Условно здоровый мозг, условно... и неусловно больной мозг. Соответственно, мы вот этими двумя отзывами, этот отзыв вышел довольно давно, и, кстати, по разбежке, по времени между этими двумя отзывами на эту книгу и на эту книгу, вы можете примерно прикинуть мою скорость чтения. Но не забывайте о том, что я читаю параллельно 3-4-5 книг. Сейчас вот у меня задача я перед собой поставил все-таки завершить, чтобы у меня осталось только две книги в работе, чтобы начать огромную 800-страничную книгу по философии, о которой я говорил в большом видео трехчасовым. Если вам интересно, можете ознакомиться на канале. А на этом мы с вами прощаемся. На этом я завершу обзор книги Александра Лурия «Язык и сознание». Соответственно, если я увижу, что вам тема интересна, тема языка, то сделаем еще одно видео, которое будет обзором на фантастический рассказ про язык и про то, как язык влияет на сознание уже непосредственно. Пусть это фантастика, но через вот эти фантастические образы мы можем более просто понять воздействие языка на сознание человека и его способ мышления. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»